Приветствую тебя! Это обзоры от Mob.ua, и с вами я, Трэш. Ты, наверное, уже когда-то слышал об игре Похождение Барда на ПК. Концепцию и сюжет этой игры разработал Брайан Фарго, приложивший руку к созданию таких хитов, как Fallout, Ace Windale и Planescape Torment. Но вот, пришло её время и для Android-платформ. The Bard's Tale относится к довольно странному поджанру, который можно назвать RPG Lite. Это как взять и выбросить ролевую систему из игры. Получается довольно странная штука. Вроде бы RPG, а вроде бы и бойки экшен. Барт не из тех RPG, которые ты, наверное, полюбил за однообразное закладывание тупых монстров. Ты полюбишь её за прекрасный юмор, стёб на все штампы и клише, которые ты не раз и не два видел в RPG, и за остроумные диалоги, исход которых зависит даже от тона разговора с собеседником. Отчего здесь только стоит оригинальная озвучка. Уж ей ты насладишься сполна. Учитывая, что она не была переведена на платформе Android, в отличие от ПК. Так что, если ты не владеешь знанием английского языка, не все шутки будут тебе ясны. А понимать их просто необходимо. Ведь вся игра от начала до конца сопровождается саркастическими комментариями рассказчика, с которым главный герой время от времени общается и даже переругивается. Но, конечно же, ты можешь скачать её ради того, чтобы просто поиграть, ничего не понимая. Задрот. Итак, как ты уже догадался, главного героя зовут Барт. Его не интересует спасение мира, его не интересует слава и звание избранного. А спасением красавиц он занимается исключительно из меркантильных соображений, ожидая немалые прибавки в кошельке и мирских утех в награду. Именно по причине своей меркантильности Барт и оказывается втянут спасение принцессы и разборки некоего ордена с фанатиками из друидического культа. Но начнется эта история с юмористического обучения и сражения с гигантской крысой в подвале. Тебе понравится. Сразу скажу, что перерождение игры на андроид и впрямь дало и новую жизнь. Геймплей стал удобнее, а графика, которая на ПК выглядела устарела уже в день своего выхода, тут смотрится на уровне остальных современных РПГ на андроид. А то и лучше. И, конечно же, как и любая другая игра, портированная с ПК, обладает несравнимым сюжетом и атмосферой, на фоне которых мобильная РПГ просто меркнут. Игра имеет множество огромных плюсов, но не обошлось и без минусов. С дизайном локации у авторов серьёзные проблемы. Приевшиеся до зубной боли однообразные пейзажи навевают тоску и совсем не вяжутся с общим веселым настроением игры. Все попытки наставить камеру на путь истины кончаются тем, что понять что-либо на экране становится просто невозможно. А вот звуковое сопровождение встречает игрока с хлебом и солью. Средневековые струнные композиции звучат как нельзя кстати, помогая проникнуться атмосферой происходящих событий. Еще один приятный момент. Все без исключения персонажи в игре озвучены, да еще и как. Замечательно подобранные голоса и интонация создают яркий индивидуальный образ. Я уже не говорю об искрометном юморе, которым просто пронизана вся история. Управление и схема характеристик героя проста и не требует долгого изучения. А на андроид стало еще проще. Со временем я даже забывал, что управляю персонажем. Рюкзак полностью отсутствует, а все подбираемые предметы сразу становятся частью экипировки, либо переводятся в монеты. Сюжет линейен, а локации на карте становятся доступными только по мере передвижения вперед. Хотя уже открытые локации можно посещать произвольно. Вам предоставляется элементарная прокачка персонажа и выбор одного таланта. К примеру, владение двуручным оружием, удар щитом, критический удар и так далее. Также главный герой играет мелодии на людних, которые позволяют вызвать разных существ спутников. Как боевых, например наемника для ближних, или лучницу для дальних атак. Так и вспомогательных, вроде светлячка, освещающего путь в темных местах. Они передвигаются рядом с игроком, помогая ему сами в нужный момент. Но по желанию можно разработать собственную стратегию поведения помощника, отдавая ему элементарные приказы, проведя по помощнику в одном из четырех направлений, что даст ему команду атаковать, отступить, ждать или следовать за тобой. К минусам добавлю, что игра весит достаточно много, 2 или 3,5 гигабайта в зависимости от уровня текстур окружения, которые ты выберешь перед установкой. Но несмотря на ее внушительные размеры, пройдя всю игру я практически не встретил багов, даже тех, что встречались ранее на ПК. В итоге, мы имеем интересную игру с отличным сюжетом, пропитанную тонким и не очень юмором, замечательной графикой и атмосферой, с которой ты сможешь провести долгие часы увлекательного геймплея. Вот и все, что я хотел тебе рассказать. Если тебе понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал и вступай в группу. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok